Друзья, столица Республики Танарстан, город Казань, приветствует участников и победителей 11-го всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Позвольте мне приветствовать вас, дорогие коллеги, уважаемые гости Казани на нашем замечательном конкурсе, который проводился в этом году 11-й раз, и в 11-й раз мы будем подводить итоги конкурса «Многоликая Россия». Под сохранение духа предков, традиций предков, народов, которые живут сегодня на территории Республики Татарстан, это и предмет нашей гордости, это вот фишка такая татарстанская, и, конечно же, это предмет особой заботы в Республике Татарстан. Наверное, потому что татарский народ очень дисперсно расселён не только по России, но и вообще в мире. И ещё предмет нашей особой заботы, тема вот межнационального, межконфессионального взаимоотношения, дружбы этой и мира нашей республики, она для нас важна ещё и потому, что очень многонационален Татарстан. Ну, собственно говоря, наверное, как и многие субъекты Российской Федерации и всей нашей страны. Ещё мы радуемся тому, что у нас тут такое большое количество талантливых журналистов, которые глубоко в теме и прекрасно эту тему освещают. Они сегодня в зале. Это вы. Я вас поздравляю. Для награждения в данной номинации приглашается гость из Москвы. Главный редактор телеканала «Россия-24» Евгений Владимирович Бегасов. Очень волнительно. Показим большое за окаженную честь, особенно в такой номинации. Всё-таки телевизионный сюжет – это некая такая про основу телевидения. С неё всё начинается. Это и в то же время там и интервью, это и какая-то расследовательская, и описательная часть, и портреты. Соответственно, получить её в номинации телесюжет я считаю вдвойне почётной и очень надеюсь, что её получат достойной. Вот так он будет мог являться. Прямо сейчас и приступим. Да. Итак, благодарю вас, Евгений Владимирович. Начинаем награждение. Третье место в номинации «Цикл телесюжетов» присуждается телеканалу «Русский Север. Город Вологда». Наши самые искренние поздравления и аплодисменты. В вашу честь поздравляю. Чигумын-дэн-дэн-дэн-дэн-эр-эспойнар отошла. Приз за второе место получает информационное агентство «Камчатка». Город Петропавловск-Камчатский. Поздравляю! И первое место в этой номинации вручается телеканалу «Цюменское время». Город Тюмень. Заслуженные награды, заслуженные аплодисменты всех присутствующих в зале. Дамы и господа, поздравляю победителей. Многолекая Россия за свои годы существования стала узнаваемым журналистским конкурсом в России. Последние годы содействие конкурсу оказывает Федеральное агентство по делам национальностей. Для церемонии награждения на сцену приглашается начальник управления по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального агентства по делам национальностей Абдулгавит Усманович Булатов. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я рад предоставленной возможности высказать несколько слов приветствия в адрес организаторов и участников данного форума от лица Федерального агентства по делам национальности и лично от его руководителя Игоря Вячеславовича Барина, но и от себя тоже, конечно. Исторической особенностью России, начиная с самых ранних этапов ее формирования, является многонациональный и поликонфессиональный характер. Я хочу выразить надежду, что та работа, огромная работа, которая была здесь проведена, которая была направлена на то, чтобы показать во всей полноте многоцветия и многоликость культур народов, населяющих нашу великую страну, в конечном итоге должна привести к тому, чтобы все это многоцветие сложилось в один общий портрет, одну общую картину российского единства, которая выбирает в себя все разнообразие культурных достижений народов, населяющих нашу страну. Третье место в номинации «Телепроект» жюри присудила телекомпания «Алифус» — Республика Бурятия, город Уламутэ. Поздравляем вас! Приз за второе место вручается филиалу Всероссийской государственной телерадиокомпании «Мариэл» — город Ешкар-Алак. И самое время узнать, кто же становится победителем. Победителем в этой номинации становится национальная телекомпания «Асития и Рустон» — город Владикавказ. Мы просим вас сделать памятные фотографии. Вы сюда будете проходить под аккомпанемент овации всех наших гостей. Для церемонии награждения на сцену приглашается главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Захевич Тимирзянов. Основа всего заключается в том, наверное, что если вы несете в люди, массы, в общество, все объективно и справедливо, то, конечно, любящих вас будет намного больше. Поэтому я с удовольствием вручу победителям в этой номинации награды. Второе место получает редакция газеты «Туапсинские вести», «Краснодарский край», «Город Туапсе». К сожалению, они не смогли приехать на наше торжество по причине задержки рейса, но мы обещаем, что награды найдут своих героев и обязательно будут им вручены. И до кажданное первое место вручается редакция газеты «Эхо» — Кемеровская область, поселок Промышленное. И поздравляем третье аплодисменты для вас. Дамы и господа, это еще не все. Дело в том, что жюри конкурса «Многолекая Россия» за цикл публикаций отметила специальным памятным дипломом в этой номинации семейную газету «Байрта» — Республика Камыкия, город Элистан. К сожалению, представители газеты также не смогли приехать, но мы обещаем обязательно переслать диплом. Памятную фотографию мы просим вас смотреть в объемте, улыбаться своей выражительной улыбкой. Друзья, и поздно это будет проходить не в тишине, а в одно шармации. Для вручения главной премии мы приглашаем на сцену завестителя премьер-министра Республики Татарстан Лайву Ринатовну-Паслееву. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, уважаемые друзья. С огромным удовольствием приветствуем вас в Республике Татарстан. Благодарим вас за то, что вы с нами, за то, что мы вместе «Многолекая Россия». Наверное, вот те слова, которые сказали ведущие. Самое важное, каждое ваше слово должно любовью растворяться в людях. В людях, для которых вы, мы все вместе работаем. Обладателем гран-при 11-го всероссийского открытого журналистского конкурса «Многолекая Россия» в размере 500 тысяч рублей становится телеканал «Архыз-24». Карачаево-Черкесская республика, город Черкес. На сцену приглашается главный режиссер телеканала «Архыз-24» Ломаева Азиян Талкиевна. Громче звучат овации, друзья! Гран-при, если каштелка шла! Добрый вечер всем. Очень приятно находиться на этой сцене. Тем более, республика Татарстан, многонациональная республика. И 2007 год, ровно 11 лет назад, взявший начало этапа всероссийского журналистского конкурса «Многолекая Россия», я думаю, что этот путь имеет на долгие лета продолжение и процветание. Я хочу поблагодарить всех организаторов, всех инициаторов данного мероприятия, данного конкурса за столь значимое и благородное дело. И всем уважаемым коллегам я хочу пожелать дальнейших успехов, творческих побед и много-много репортажей, программ, которые несут в себе переплетения культур, традиций, обычаев, разных национальностей, живущих в нашей многонациональной России. Еще раз огромное спасибо. И от имени всего нашего любимого моего телеканала хочу сказать все раз спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!